Михаил Шейтер, приветствую вас. Здравствуйте, Питер. Приветствую вас из Японии. Кстати, вот только прибыль, но не могу избавиться от нашей тематики. И при первой же возможности мы продолжаем стрим, эфир. В основном, что ЦРУ предупреждала российские службы о том, чтобы готовить теракт, но не раскрыть дополнительные запасения и выдать свои источники. Об этом пишет. The New York Times. ЦРУ передала российским чиновникам частное предупреждение, в котором сообщалось, что в подготовке теракта заключены ответвление исламского государства. Враждебные отношения между Москвой и Москвой позволили США поделиться какой-либо информацией, необходимой из опасений, что российские власти могут узнать источники и методы американцев. Михаил, в целом, подводя итоги того, что мы сейчас знаем, не закралось ли у вас такое подозрение, что россияне все прекрасно знали? Кремль все прекрасно знал, но просто намеренно, как минимум намеренно проигнорировал предупреждение. Да нет, а откуда они могли знать? Они же знают, что американцы их враги, и что раз американцы что-то рассказывают, то это они навредить хотят. Это же подход российских спецслужб. Да, англичанка гадит, традиционное выражение еще с 17-го года. Так они и относились, и Путин же прямым текстом говорил. Они нас тут якобы предупреждают, но это все провокации, ничего подобного. Я не заметил, чтобы они знали. По-моему, они были абсолютно не подготовлены ни к чему, и, собственно, поэтому так и провалились. Поэтому террористы делали то, что хотели на протяжении нужного времени. Михаил, информация о том, что в Кремле шли сообразный визит Путина на место корпусе. Президент приехал в сити-холл сразу же после контракта, и потому что это могло бы помешать работе оперативного штаба. Об этом заявил Дмитрий Песков. Вопрос, собирается ли Путин встречаться с родственниками погибших. Дал понять, что пока таких планов. Как вообще, Михаил, оценивать сейчас движение Путина вокруг корпус-холл? То есть все, что связано, это то, как они пытаются сюда приплести Украину. Все-таки это, собственно, пользует Путин, как и все остальные были, скажем так, огорошены. Уже в договоре начали импровизировать то, что мы сейчас, собственно, и видим. Во-первых, я там, к сожалению, очень плохо вас слышу, но давайте попробую ответить на то, что я смог услышать. Мне кажется, что вообще никаких изменений-то в традиционном поведении Путина и его команды сейчас нет. Во время любых подобного рода происшествий, которые были не по плану, когда что-то пошло не по плану, Путин, во-первых, сначала берет большую паузу. Так же, как вообще обратился он по поводу этого теракта, только там спустя больше, чем сутки. Это раз. Во-вторых, он, конечно же, берет паузу с тем, чтобы разобраться, кто, чему, как, почем и так далее. Какие здесь подвобные камни, какие опасности. Это он тоже делает, как видим. Не высовывается лишний раз. Зачем его высовываться? Когда придет время, они подготовят каких-нибудь фальшивых родственников. Но это же будет недостановлено. Не будут встречаться с настоящими родственниками? Какие-нибудь фальшивые родственники. Потом какого-нибудь двойника Путина ночью отправят к Рокусу. Но ночью, конечно, не днем же, опять-таки. И вообще, зачем бы стоять рядом с Рокусом? Лучше ночью отправить там в Белгородскую область. Все по плану. Мне кажется, тут прям ни одной новости в той манере, в которой они сейчас ведут себя. Но тем более, Путину же не надо больше, ему больше не нужен рейтинг. Это важно понимать. Ему проехали историю с рейтингами. Тут накануне выборов, так называемых, в России, многие говорили, нет, Путину все-таки важно, что узнать, сколько его на самом деле людей поддерживает. Так никто же ничего не узнал. И Путин не узнал, и никто не узнал. Сколько-то там опустили какие-то бюллетени. Никто эти бюллетени не подсчеркнул. А следовательные рейтинги тоже никакого не существует. Ради кого, ради чего ему устраивать спектакли на местную публику, непонятно. Ну вот, знаете, я уже уверен, вы слышали, Михаил, о заявлении главы украинской разведки Буданова, о том, что Россия заранее знала о подготовке тракта в Подмосковье. И прямая цитата от Буданова, я вам больше скажу, эта информация прошла через разведуправление группировки в Сирии. Вот оттуда она пошла на Москву. И пусть не рассказывают сказки, что это странным образом все материализовалось ниоткуда. У Кремля была информация, откуда придут боевые группы, через какие две страны они перемещались на российскую территорию. И вот тогда Буданов ставит вопрос, зачем руководству Российской Федерации этот теракт, почему его вообще допустили. И предлагает тут некоторые варианты. Это борьба башен, чтобы сейчас снять несколько чиновников. И они на самом деле недооценили масштабы того, что произойдет. Ну а по версии Нью-Йорк Таймс, Кремль быстро запустил дезинформацию с объединением Украины в теракте, поскольку заявить, что это сделало исламское государство, означало бы, разумеется, для Путина гигантское поражение. Вот к какой версии вы исполняетесь, как наиболее вероятная, Наталья Львовна? К самой простой версии. Исламское государство совершило теракт. Самая простая версия. Россияне, ну как, спецслужбы России, но они же чем занимаются? Они могут там отлавливать журналистов. Кроме того, они всем занимаются только за деньги. Меня спрашивали, а почему, если полиция и кто-то там еще какие-то спецназовцы приехали в Крокус уже через, не помню, 10 минут, когда там были террористы, почему они не зашли внутрь и не спасали людей? Я говорю, ну как им же денег никто не дал, почему они должны кого-то спасать? Это люди, которые без денег не встают и ничего не делают. Когда они едут в Украину, они собирают деньги натурой здесь, то есть воруют здесь зерно. Чем занимаются ФСБшники, например, на оккупированных территориях Украины? Воруют людей, детей продают, там зерно воруют, что-то еще воруют, обворовывают квартиры. А какой им толк заниматься какими-то Крокус-Сити-Холлом и какими-то людьми, которые гибнут? С них же денег не возьмешь. Ну только шубу снять, так они потом, я думаю, гардероб грабили уже после этого теракта. Поэтому, да и шуб там, наверное, не было, тепло слишком. Поэтому непонятно. Нет, все, я, честно говоря, не вижу никакой конспирологии. Ну вот разве что, кроме истории про пойманных террористов. То есть сам теракт, он как бы шел как теракт, и все в нем нормально. Трудно поверить, что те люди, которых поймали, что это настоящие террористы. Потому что люди, которые, с одной стороны, проявили прям какой-то там, ну, профессионализм в том, что за 18 минут успели все сделать, что за 18 минут переехали, там, убили, подожгли, разошлись, сели и уехали. Вот эти профессионалы потом зачем-то несколько часов едут в неизвестном совершенно направлении, явно привлекая внимание, превышая скорость и так далее. Ну то есть очевидно привлекая внимание. Едут куда-то безнадегу какую-то. Ну то есть куда, в никуда. Это в чем смысл такого? Это мне трудно поверить, что там все было осмысленно, подготовлено, как по часам выверено, профессионально, а потом ведут себя как какие-то вдруг испугавшиеся непонятные люди. Мало того, как говорят люди, которые знают таджикский язык, то, что кричали вот эти задержанные, это типа за что я не понимаю, что я сделал такого? Вот это то, что кричали по-таджикски эти задержанные люди. Поэтому в том, что я почти уверен, это в том, что это две разные группы людей. Причем настолько это видно даже потому, как это подавало исламское государство. Оно специально опубликовало фотографии без лиц людей в некой одежде, чтобы сказать, вот же, те сам, вы поймали правильных, да? Но это же несложно совсем математически подготовить две группы в одинаковой одежде и примерно подобрать одинаковые комплекции. То есть у тебя есть профессионалы, вот эти четверо или сколько там профессионалов, которые, собственно, совершали теракт. У тебя есть запасные, которых заранее светишь в крокусе, одеваешь такую же одежду, усажаешь в этот автомобиль, и которые на нем уезжают. И пускай они там гонятся, и пускай за ними гоняются. А настоящие в это время, я думаю, уже там, откуда они, собственно, и приехали изначально. Я не знаю, с какой страны. Вот это единственная конспирансия, которая мне приходит в голову, потому что, ну, иначе мне трудно объяснить происходящее. Все остальное как раз легко вписывается в современную Российскую Федерацию. Была ли роль, например, ФСБ в подготовке этого теракта? Могла быть, но не надо понимать буквально, что там ФСБшники такие задумались. Если бы они задумали, у них бы ничего не вышло, ничего бы не получилось. Я готов допустить, что, как всегда, ФСБшники заигрались. Типа, ну как, они вербуют игиловцев каких-то, думают, что это их игиловцы, а это не их игиловцы. Они им что-нибудь платят. Ну, на эти деньги ФСБ могли сделать весь этот теракт. Это спокойно, но это не означает, что ФСБ хитро что-то спланировали. Все хитрые планы мы видим на поле боя. У них работает только тупо, когда танков много и снарядов. Вот это получается. Остальное ничего не получается. Поэтому я думаю, что все как выглядит, так и есть. Вы, наверное, помните тоже сразу же по свежим следам. Христоф Грозев сделал заявление. По его сведениям, уже которое время подряд Россия, собственно, тренирует, обучает афганских муджахедов, по сути, в России. То есть это тоже тот случай, где джинн может просто выйти в какой-то момент из бутылки. Много разных этих экстремистов. И знаете, что примечательно? Что сейчас кремлевская махина вовсю занята тем, чтобы никаким образом не указать пальцем и не позволить никому из военкоров не указать на пальцем на, скажем так, этнические меньшинства, на мусульман. Даже в лице известного такого кошатника Куклачева, возможно, вы видели, Куклачев высказался пару дней назад, где он сказал, что нет, мусульманский мир не наш враг, мы вот, все классно, это все Запад. Потому что они понимают, что у них тоже подгорает, и что могут найтись те, которые захотят повторить доблестный подвиг единоверцев, опять-таки, сколько миллионов, десятков миллионов мусульман проживают на территории Российской Федерации. И в последний момент они решили, опять-таки, тут видели, как отреагировал на вопрос корреспондента Патрушева, он даже не задумался. Конечно, Украина, он сказал. То есть они понимают, что лучшего варианта ответа нет. Так, во-первых, Патрушев даже не задумался. Во-вторых, Путин, кстати, сегодня, ну, вчера, вернее, он был в Торжке. Был такой, я вспомнил, закройщик из Торжка, это, видимо, про него фильм. Да. Он был в Торжке, да. И он там как раз сделал заявление, что вот националисты, понимаешь, в России подняли голову, что это очень опасно, нельзя. То есть он по следампу Куклачева. Путин прям косплеит Куклачева теперь. Куклачев говорит, что все породы кошек равны между собой, значит. Ну и Путин тоже. Потому что, да, во-первых, ну, я не знаю, честно говоря, чего именно они боятся, каких-то беспорядков на национальной почве внутри России. Или что все таджики уедут. Ну, вот уедут все таджики. А как россияне будут жить? Они сами делать ничего не умеют. Промышленность военная, как будет работать без таджиков? Что они сами, что ли? Они не умеют делать танки. Это таджики умеют. Наука, технологии. Кто будет разрабатывать ракеты без таджиков, совершенно непонятно. Вот. Поэтому я думаю, что они действительно опасаются отъезда таджиков. Ну и, конечно, то, что в России устроят кровавую баню из такого межнационального, межнациональной резни, что ли, это вполне вероятно. Вполне может случиться на основе вот того, что происходит. Поэтому они пытаются это загасить. Но загасить-то пытается кто? Когда загасить пытается Путин, это вряд ли эффективно. Ну что, будут слушать таджики, что ли, что он там говорит? Это вряд ли интересно. Еще, я думаю, что они испугались исламского государства. Испугались по-настоящему. Они-то, в отличие от наших, которые... Мы тут все строим многие эти теории заговора, но российское руководство знает, что это исламское государство. Понимают у них-то. Нет сомнений, что это не они сами делали. И вот исламское государство, которое говорит, «Подождите, вы пытали наших пленных, и мы сейчас вам...» Они, по-моему, угрожали там лично Путину в этом сообщении, насколько я помню. И это они воспринимают всерьез. Они понимают, что у исламского государства шутить не будет, что все это по-настоящему. И что, когда, например, Россия угрожает чем-то Украине, у России нет инструментов это осуществить. А у исламского государства все инструменты, как мы убедились, просто вот в элементарном порядке. Вот они, хотите, в центре Москвы убивайте сколько хотите. Поэтому они их боятся. Они их боятся. Нет, ну вы, кстати, возвращаясь опять к материалам New York Times, вы заметили, да, таджики, гастарбайтеры, центральные азиаты, они еще также являют собой серьезную долю пушечного мяса, которое будет посылать в Украину. В том числе по последним инициативам, вы помните, вот, гражданство в обмен на пострелять в Украине. И вот и гражданинство. Это тоже обозначается журналистам. И вот все-таки тема пыток, вы тоже только что ее затронули. И вопрос остается открытым, о чем говорят столь показательные пытки. То есть всем же понятно, даже россиянам понятно, что пытки – это не самый эффективный способ добиться правды. Под пытками любой самый святой человек, знаете, во всех смертных грехах за секунду и раскается. Мало кто может выдержать. И тут они делаются на показ. Их выкатили, да, показали, разрешили военпором, по сути, да, слили видео пыток съеденного уха и так далее. То есть что это? Вот вопрос открытый. Это заменуть собой новую веху такую, которая позволять будет подобные методы расправы и с внутренней оппозиции? Или это просто, знаете, такой экстремы, чтобы как-то загасить потенциальную ярость народа? И опять-таки, не дай бог, чтобы показали пальцем на настоящего виновного, тот, который прозярил эту всю масштабную операцию. Я, честно говоря, думаю, что как сам теракт, так и эти пытки – это вот такой джинн, выпущенный из бутылки в каком-то смысле. То есть все это уже и так было. Россия сама является страной-террористом. Я думаю, что мало у кого есть сомнения, кроме Конгресса США, который пока ее официально так не провозглашал, но отдельные конгрессмены это понимают и называли. И Россия входит в коалицию террора. То есть кто выразил соболезнования государству РФ? Государству. Не людям, не погибшим, не родственникам. Там многие выражали. А вот как правительству и руководству страны выражали соболезнования только Талибан, Хамас, Хизбалла и посольство Израиля в Российской Федерации. Больше никто. Это вот прям факт. Они выражали соболезнования именно государству. Если отбросить это посольство, как какой-то несчастный случай, непонятно мне зачем сделанный, то все остальное это террористические организации. И вот они сразу вступили в коалицию. Естественно, что когда ты сам террорист, то у тебя на территории будут теракты. Как, смотрите, хуситы. Вот там хуситы. Мы сейчас слышим про хуситов, которые нападают на корабли. Но мы же знаем, что в Йемене все время были теракты. Правильно? Сколько мы до войны еще слышали про теракты в Йемене, теракты, не знаю, в Афганистане, в Ираке, везде, где есть террористы, там есть и теракты тоже. Это логично как-то, да? Все само собой. Поэтому и в России тоже логично теракты. А теперь с пытками. Россияне уже два года пытают людей на оккупированных территориях. Это не то, что не секрет. Это выводы уже ООН. Уже вот такой даже вегетарианской организации, как ООН, которая публикует подробнейшие отчеты о количестве запытанных людей, о том, как, что именно с кем делали. Просто все вы там почитаете, там, ну, книга ужасов просто, да, это отчеты ООН. Они прям публикуются один за другим. Это те же самые, это же кто пытает на оккупированных территориях? ФСБшники же пытают. ФСБшники отрезают уши. ФСБшники расстреливают наших пленных. Вот только за зиму расстреляли 32 пленных, зафиксированных ООН. Вот. Поэтому пытки, это как бы стало частью их жизни. Для них естественно. Ничего в них... Они не считают, что это как-то неправильно или там, что может быть какие-то сомнения в необходимости. Поэтому они естественно пытают. Естественно, что все это становится достоянием, потому что, ну, вот это на территории России. Там ООН видит, тут и россияне видят. Поэтому это естественный образ жизни. Вся Россия становится ДНР постепенно. В ДНР пытки же давно. И Россия присоединяется к ДНР, становится ее интегральной частью. Столица-то в Донецке, а дальше-то Москва же тоже туда войдет. Вот. Поэтому опять тут не надо думать, что это они тут специально, что это некий путинский режим, специально кому-то что-то хочет показать. Нет. Я думаю, что Путин сам в панике от этого всего. Ну, серьезно. Я думаю, что он в панике. Потому что он не понимал. Он не знает, как это остановить. Он это все создал, ну, по недоумию своему. А как остановить этот террор? Как остановить вот хотя бы, чтобы ФСБшники... Ну, как он может сделать так, чтобы ФСБшники не отрезали уши людям в Москве? А у него нет таких инструментов? Он один, а ФСБшников миллион. И что он должен сделать? Придти и сказать больше не отрезайте уши, а что отрезать спросит они, правильно? А кто ты такой, чтобы нам указывать, что кому отрезать? Мы отрезали, а отрезать будем. Михаил, вы знаете, вот то, что я вас слышу, сейчас мне приходят на... Возвращаются в памяти слова Маргариты Симоньян, ее очередной бенефис, где она у Соловьева, где она даже процитировала велику Симонова про Вторую мировую, где, по сути... Вот это мне напомнило геноцид Хуту против Туци в Руанде в 92-м году. Помните, да, давите клопов, давите тараканов, имея в виду Туци, радио Тысячи Холмов. Вот это было радио Тысячи Холмов, и уже такая, знаете, окончательная платформа сформировалась. Убей украинца. Знаете, наше дело планетарной дрянь, мне кажется, потому что как отмотать назад эту энергию рессентимента, мне сейчас сложно себе представить. Они отрезают, они отрезают все свои пути, сжигают все мосты, то, что я сейчас вижу. И я не понимаю, как это можно вернуть назад, как это можно загасить. Цена и ставки, разумеется, растут, просто не подняма по часам. Да, я с вами согласен, что, к сожалению, это перестало быть явлением под названием Путин, путинский режим, Путинское окружение. Это же народ, понимаете, это народ. ФСБ это и есть народ. ФСБ это же не какая-то там каста, это же не 20 офицеров. Это миллион человек. Ну сколько у них там вот со всеми подразделениями, со всеми их там спецслужбами, спецназами и так далее. Миллион человек таких. И еще миллион там в ОМОНе, а еще в Росгвардии, а еще там, а еще сам народ, который это поддерживает. Нет, мы столкнулись с тем, что вот эта вся территория, на которой, слава богу, конечно, там я сразу говорю, что не все россияне одинаковые, что есть люди, которые там прячутся от этого режима и так далее. Но большая часть населения, они вот такие. Они хотят именно этого, им это нравится. Им нравится все, что происходит. Мы никаких, кстати, мы сколько мы увидели протестов. Вот произошел теракт, убили сотни людей в Москве. Сколько было протестов против того, что ФСБ плохо работает или менты плохо работают или что-то. Ноль штук. Просто ноль, да, ноль. Ну каких-то антипутинских протестов. То есть им все равно, им нормально вообще. Они понимают, ну что, ну да, нормально. Это такая нормальная для них часть жизни. И отрезать уши для них нормально, и все эти пытки для них нормально. Поэтому именно, что вырастили вот эту, даже не знаю, как это вот, ну то, что вы описываете, там это вот уровень этой ненависти, которая раздута, разожжен. И это нельзя остановить. То есть, к сожалению, это же не вот. Если в начале войны, я все время говорил, уберем Путина, закончится война. Она быстро закончится. Потому что, ну, так-сяк, там какие-то новые руководители, постепенно мы с ними, там, их как-то разгуляем, и через несколько месяцев война закончится. Сейчас это уже выглядит не так. Сейчас это война до последнего россиянина, похоже. Потому что, ну, как гитлеровская Германия, если вы помните, они же так и не сдались. Они же уже все до конца верили в своего фюрера. Вот. Единственное, что успокаивает, что у них как бы нет идеологии, в отличие от немцев тогдашних, да, что вот у немцев была понятна идеология, поэтому они еще потом и после войны десятки лет многие в нее верили. Вот. А вот заметьте, с Хуту Туцци, мне даже интересно теперь узнать, а как быстро удалось этих самых Хуту переделать-то в людей? Ну, сейчас же там все нормально в Руанде, сейчас вообще там такая развивающаяся прям быстро. Одна из самых развитых стран в Африке получилась. Как все это удалось? Вот как сделать это же самое с россиянами? Надо будет отправить их в этот. Я помню, был в Аруша, в Танзании, там единственное высотное здание в городе Аруша, это трибунал по Руанде. Вот. И вот туда надо всех россиян отправить, каждого прямо в трибунал по Руанде перевоспитываться. Да. Да, у них на самом деле есть пару книг очень интересных, которые там... Войцех Тухман, кстати, я вот нашим зрителям по советованию, хорошее вышло, я знаю, на украинском уже есть языки, не знаю по-русски, да, это действительно удивительный эксперимент. Они во многом просто свели, скажем так, решили умолчать все, что произошло. Были показатели суды, немного и так далее, но были. Был такой Truth and Reconciliation Commission, то есть комиссия как бы по модели Дезмона Туту, да, в Южной Африке, по миру и согласию и reconciliation, и примирению, скажем так, да, но во многом это вот все сошло на то, что люди вот вернулись в те же села, да, где они жили, где они убивали их своих соседей, и во многом делают вид, что ничего не произошло. Не идеально, конечно, но во многом все равно не самый плохой вариант, особенно когда мы имеем дело с такой массой действительно ресентиментирующих и озлобленных людей, как, ну, что с собой сейчас представляют в основной, наверное, своей массе россияне. Вот, кстати, напоследок хотел с вами обсудить, Михаил, вот тему того, какую сейчас роль, какую игру играет Лукашенко. С одной стороны, уже идет открытая такая, открытый шантаж Европы из, опять мы слышим про Сувалский коридор. Мы также держим здесь у нас, in the back of our mind, что называется, что Путин может использовать именно Беларусь для этих провокаций с тем, чтобы иметь возможность сказать «это не мы», а с другой стороны, вот заявление параллельно этому заявлению Путина, что Москва не собирается рвать с НАТО, поскольку абсолютно несопоставимый бюджет, и он даже привел такую сумму, 811 миллиардов долларов, это в 22-м году бюджет военный США, а Россия это 72 миллиарда долларов. Просто обрет, воевать мы не будем. Вот такая двояка у них игра, да? Лукашенко говорит одно, Путин другое. Да, но тут на самом деле, мне кажется, самая показательная вещь за последнюю неделю, произошедшая с Лукашенко, он много что успел, прям много разных заявлений со своей собачкой сделать, но главное это то, что он рассказал про теракт как раз в данной ситуации. Он рассказал, что, говорит, не, они, говорит, ехали к нам в Беларусь, вот эти террористы ехали к нам в Беларусь, и мы уже были готовы их встречать, они узнали о том, что мы тут запустили план перехвата в Беларуси, и поэтому они передумали, то есть представляете себе, да, целая прям детективная история, которая рассказана чисто одним человеком Лукашенко, и что она полностью противоречит всему, что сказал Путин. То есть никакого украинского следа, ничего такого, и так это интересно. Зачем Лукашенко совершенно осознанно, как мы догадываемся, это же не ошибка, осознанно полностью опровергает Путина, чтобы, значит, нарушить, разрушить его игру буквально. Говорит, я с вами в одну игру играть не буду. И Запада он сообщает, я не с этими придурками, я не вместе с ними. Вот, по-моему, это было настолько демонстративно, потому что все его стандартные там угрозы, что мы тут свалский коридор, мы про него слышали. И это как бы такая ритуальная часть, которую он Путину обязан выдать. Окей, но здесь, там, где он должен был, но обязан был поддержать, так сказать, своего Путина, да, как его назвать, даже не знаю, где он был обязан, казалось бы, поддержать Путина, он берет и идет против него. Вот это интересно. Это означает, что не готов он вписываться в путинские аферы, так сказать. Это тема, вот мне редактор уже говорит, очень важная все-таки тема, хотя, может быть, не самая интересная, в плане того, что задействован Олаф Шольц, знаете, у нас такие события прошло, тем не менее, Германия. Германия остается крупнейшим игроком на континенте, и вот сейчас ряд стран, в том числе Украина, обсуждают на уровне советников безопасности, в какой форме может быть достигнута мирная договоренность. И вот Шольц это комментирует и говорит, что последнические инициативы по прекращению войны в Украине были всегда. Сначала Украина и РФ, я говорила друг с другом, а после Пуча и Евгения это потеряло смысл. После Россия срывала переговоры по землю, Запорожская АЭС и обмену пленными. Ну, я не знаю, что можно добавить вообще сейчас, можно говорить о каких-то легитимных таких инициативах. Судя по всему, и Китай пытается затянуть Россию в эту формулу, в том числе в швейцарскую формулу, в швейцарский формат, украинской формулы мира. Ну, России туда никто не звал, на украинскую формулу мира. Но нет, сегодня есть новый и тоже немец, совершенно другой, тоже канцлер Германии, но не тот, про которого вы говорите. Сегодня же выступил Шрёдер, как ни странно. Вдруг, представляете, достали Шрёдера, да-да-да. И он сказал, что он дружит с Путиным, и что надо воспользоваться тем, что он дружит с Путиным, для того, чтобы срочно, значит, заключить мир между Украиной и Россией. И он, как известно, в 22-м году выступал с мирным планом о том, что надо Крым подарить россиянам там и так далее. И вот он вышел вдруг с этой инициативой типа как бы мирной, и уже его поддержал Песков. То есть все уже прямо навстречу, ура-ура, конечно, мы со Шрёдером сейчас все давайте прямо договариваться, садиться и договариваться. То есть россияне выпустили срочно вот такого вот своего агента, очевидно, да. То есть очевидно, что россияне сейчас пытаются пробиться с тем, чтобы с ними срочно кто-то подписал какую-то бумагу. Вот. Поэтому, ну, это очередная российская попытка, мне кажется. Но Шольф сегодня даже, ну, пришлось как бы отмазываться. Он говорит, нет-нет, я с декабря 22-го ни в коем случае с россиян, ну, с Путиным не общался, ничего такого не было. Поэтому, так как базы-то нет для каких-то переговоров, потому что нет же шанса достичь договоренности. А следовательно, кому-то на Западе сейчас брать на себя инициативу как-то смысла-то нет. Потому что безнадежная история. Зачем вписываться в безнадежную историю? Пока не изменится положение дела на фронте, история останется безнадежной. Вы сказали вот по поводу того, что вот Шеведов сказал, что я дружу с Путином, поэтому, поэтому другое заключение. Поэтому это должно давно уже лечь в основу обвинительных материалов против этого персонажа в немецком суде. Я думаю, что, надеюсь, что мы доживем до этого. Я буквально полминуты, я хотел зачитать, начинал информацию о том, что я прибыл в Японии, сейчас нахожусь в городе Осака. И вот информация как раз на эту тему. В Японии борщ назвали российским и отказали Евгену Клопотенко, нашему известному шеф-повару, и борщевому послу, мы его так называем, отказали ему открыть там ресторан. И вот как говорит это Евген Клопотенко, прекрасный пример глубины российской пропаганды. Я не знаю, правда, кто, друзья, может быть, мне подскажете, кто ему отказал от людей ресторан. Вот так вот, да. Ну, да, да, письмо это, что так в Японии не очень, да. Дело в том, что да, в Японии, оказывается, очень серьезно уже поработали пропагандисты российские и внушили, что это чисто российское блюдо. Вот такая история. Поэтому непочатый край работы и здесь. Я надеюсь, что как раз могу немножечко отреагировать здесь. У меня запланированы встречи в Сенате этой страны, в ДАЭТ, как она называется. Аригато гозаймас Михайло-сан. Михаил, спасибо большое, друзья, Михаил Шейдин. Дякую. Спасибо, счастливо.